Друзья, привет! В этом ролике сделаем полезное приспособление для домашнего хозяйства. Использовать буду доску, сухую, струганную. Здесь у нас брусок 40 на 50 и доска 20 на 95. Из бруска размечаю 4 заготовки по 75 сантиметров и делаю распилы. То же самое повторяю с доской 20 на 95. Тут уже размеры подбирал под себя. У каждого могут быть разные. Детали из доски будут тут двух видов. В любом случае стараюсь попадать в кратность материалов, чтобы было минимум остатка. А далее запиливаю кучу заготовок. В работе мне сегодня помогает аккумуляторная дисковая пила Makita. Это качественный и профессиональный инструмент. Пила имеет подсветку рабочей зоны, а электронный тормоз двигателя мгновенно останавливает инструмент. Работает такая лошадка от 18-вольтовых аккумуляторов, которые подходят к большой линейке инструмента. Сам заказ делал в онлайн-магазине всеинструменты.ру. А если хотите сэкономить 10%, то используйте мой промокод ДОМАСТЕР. Таким образом вы получите хорошую скидку в 10% на покупку любого аккумуляторного инструмента Makita. Поэтому смело переходи по ссылке в описании и заряжайся качественным инструментом. Промокод также оставлю в описании под видео. Напилив первые заготовки, перехожу к разметке бруска. От края начинается доска 20 на 95. Затем делаю промежуток в 40 мм. И снова доска. Разметку сразу делаю на всех заготовках. Так она будет более точнее. Чтобы не поколоть доску, предварительно рассверливаю отверстие сверлом на 3 мм. Далее начинаю собирать два щита. Первую доску выставляю по угольнику. Также использую водостойкий клей Д3. Таким образом соединение будет крепче. Ну и кручу по два самореза в 51 мм. Получаем первый щит. Затем повторяем процедуру и делаем второй. Продолжение следует... Продолжение следует... Допилив немножко заготовок по 40 см. Складываю в пачку и рассверливаю отверстие. Затем начинаю собирать в таком же стиле боковые стенки. Такая стильная 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 стильная. Затем啊. Н thriller. Затем васڈку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Боковые планки торцанул под угол. Таким образом будут лучше примыкать и смотреться. Также выбрал пазы для лучшего примыкания первых планок пола и уменьшения зазора между досками. Продолжение следует... Пол разложил и прокрутил на саморезы. Тут зазоры делал на глаз. Они чуть больше двух сантиметров. Ну, вообще старался подгонять, чтобы были максимально одинаковыми. Продолжение следует... Торцевую планку также посадил на ПВА-клей и максимально жестко закрутил на саморезы, как с боков, так и снизу. Продолжение следует... Одну доску распустил на рейку, тем самым закрыл наклонные щели. Напоследок немножко прошелся шлифмашинкой, задав небольшую фаску и убрав заусенцы по углам. Далее открываем погреб и спускаем на веревки этот чудо ящик. Как видите, ящик проходит практически вплотную к стенкам, поэтому шире сделать у меня бы не получилось. Ну и вот готовый результат. Так, друзья, вот так это выглядит в подвале. Сюда засыпал два мешка картошки. Вот таких, вот так они выглядят. Вот таких больших. Как видите, даже, наверное, половина, половина бокса забилась. То есть, вот две рейки и часть. То есть, смело еще два мешка влезет. То есть, конструкция получилась удачной. В принципе, четыре мешка можно забить при желании. Можно сделать съемную рейку и еще пятой высыпать. И как это работает? Это работает вот так. Отсюда мы спокойно набираем картошку. Вот, допустим, если мы будем ее собирать. И она к нам высыпается оттуда дальше. То есть, вот такой бункер получился. То есть, мы можем смело снизу спокойно набрать картошки, сколько надо. И она к нам сама, можно сказать, высыпается. То есть, классно. Благодаря множествам щелям она будет дышать со всех сторон. Вплотную к стеночке не стала двигать, чтобы тоже была циркуляция. Поэтому, вот в таком формате будет очень классно выглядеть. Так, друзья, если кому нужен точный список, как я делал этот бункер. Со всеми размерами, со всеми количеством материалов. То, друзья, переходите ко мне в телеграм-канал. Я там сделал пост, где подробно все рассказал, выложил. Сколько доски, какой доски, какие размеры. Смело повторяйте. Храните овощи, фрукты. Выглядит аккуратно, классно. И пользоваться довольно удобно. Сверху можно еще организовать какой-то стеллажик. Можно продлить до потолка брусочки, сделать стеллажик. И будет полноценный шкафчик. Для хранения, допустим, тех же самых банок. То есть, взять полочку, отсюда начать. Можно будет, кстати, второй. У меня сюда два влезает. Если додвинуть один до конца, влезет второй. Таким образом можно сделать целый стеллаж. И вот такой ящичек. Так что берите на вооружение. Заходите в телеграм-канал. Там я закрепил пост со всеми размерами. Берите и применяйте. С вас лайк, подписка, коммент. Всем хорошего дня. Друзья, коллеги и дорогие зрители. У нас началось голосование на лучший блогер DIY 2022 года. Поэтому я вас прошу, уделите буквально секунду времени. Перейдите по ссылке в описании и забегите на сайт. На сайт голосования. Пробегая вниз, вы найдете категорию самоделки и лайфхаки. Именно в эту категорию номинирован мой канал Домашний Мастер. И прошу поставить галочку за мой канал и проголосовать. Я заранее говорю вам огромное спасибо за то, что вы меня смотрите. За то, что вы меня поддерживаете. И спасибо вам, что вы уделили буквально секунду и проголосовали за мой канал. Каждый голос для меня очень важен. Вам желаю хорошего настроения. И обязательно выложу потом результаты голосования. Субтитры создавал DimaTorzok